Приветствую друзья! В этом ролике наша эпопея по самым странным и неизвестным станкам продолжается. А поговорим конкретно о станках, у которых кроме необычной конструкции присутствуют и дополнительные функции. Порой не совсем однозначные, однако мы со всем разберемся. Ну а я не буду долго тянуть кота сами знаете за что, а приступим к первому станку, найденный на заводе по изготовлению боеприпасов в Бирмингеме, Англия. Станок был изготовлен сразу после окончания Второй мировой войны, и это был самый необычный станок того времени. При первом взгляде, кроме огромного количества различных рычагов и рукояток управления, можно заметить и довольно крепкую и надежную буровую установку. Однако не это самое интересное, если открыть кожух передней бабки, то мы увидим цепной привод шпинделя и коробки подач. Скажу честно, я никогда с таким не сталкивался и не могу сказать, насколько такое решение практичнее и надежнее, и чем конструктор руководствовался при создании такого механизма. Может у вас какие-то догадки? В остальном станок более или менее типичный для того времени. Мощная чугунная станина с возвышающимися над ней плоскими направляющими, по которым перемещается не менее массивный суппорт с поперечной подачей. У станка есть ходовой винт для нарезания резьб. А если у вас возникли вопросы по поводу привода для сверлильной установки, то тут все просто. С задней стороны станка, а именно позади передней бабки, находится небольшой редуктор, вращение на основной вал которого также передается цепью. Из редуктора вращение передается по небольшому валу на редуктор внутри колонны, ну а оттуда по внутреннему валу на шкив. Вообще, если быть объективным, то конструкция самого сверлильного станка с легкостью могла выполнить функцию и вертикальной фрезерной головки, так как у станка есть и малая, довольно точная подача. Но конструктор решил, что сверлильный им нужнее. Следующий неизвестный станок, по некоторым данным, был сделан в 1850-е годы, и он полностью соответствует своему времени. Но с некоторыми особенностями. Станок нашли на Нормандских островах, однако про страну, где он родился, ничего не известно. Возможно, там, где его и нашли. У станка есть большое количество странных решений, например, наличие четырех подач вместо трех привычных нам, а также расположение суппорта не на верхней поверхности станины, а на передней боковой. Соответственно, и направляющие формы ласточкин хвост находятся на этой поверхности. Но вы, возможно, заметили, что направляющие есть и на верхней поверхности станины. Они предназначены для перемещения задней бабки. Станок оснащается и винтом подачи, но я долго ломал голову, зачем он там? Ведь привод для него ручной, и получается, что у станка две ручные и продольные подачи. Но на самом деле у станка две поперечные подачи с различными толщиной валов и шага резьбы. Другими словами, станок оснащен продольной и малой продольной подачами, а также поперечной и малой поперечной подачами. Кроме этого, в нижней части суппорта находится рукоятка и для вертикальной подачи. И тут появляется тот самый логистический дисбаланс, ведь никаких механизмов регулировки задней бабки по высоте нет, как у других рассмотренных ранее станков. И как же центровка? Все становится на свои места, если вспомнить, что станок не только токарный, но еще и орнаментальный. И кроме суппорта, нам на это еще намекает и весьма необычная передняя бабка, конструкция которой, вероятно, обусловлена наличием механизма копирования, которые, к сожалению, отсутствуют в нашем экземпляре. О происхождении следующего станка вообще ничего не известно. И казалось бы, совершенно обычный токарный станок, но вот скажите, где его управление основной продольной подачей? На самом деле она есть. И это не рукоятка с винтом или зубчатой рейкой, а рычаг с фиксатором. И для выполнения тех задач, для которых станок предусмотрен, этого вполне хватает. Вероятно, вы не поверьте, но это резьбонарезной станок, предназначенный для нарезания короткой, но очень точной резьбы, используемая в производстве оптических приборов и инструментов. Для выполнения данной работы у станка есть копировальный механизм, состоящий из небольшой колонны круглого сечения, прикрепленной к стойкам шпинделя передней бабки и выполняющая роль хобота. Колонна может выполнять возвратно-поступательные движения. Шаблон резьбы фиксируется на заднем конце шпинделя передней бабки. На него опускается копировальная головка, установленная на левом конце колонны. Для регулировки глубины врезания есть специальная площадка, на которой упирается регулировочный винт. На правом конце колонны находится кронштейн для фиксации режущего инструмента. Процесс нарезки довольно простой и исходит из того, что шаблон вращается одновременно с заготовкой и ползунок, перемещаясь по шаблону, двигает на ту же дистанцию и всю колонну с резаком. В остальном, станок совершенно обычный. Ну а напоследок мы рассмотрим совершенно необычный двуглавый монстр в виде комбинированного строгального и горизонтально-фрезерного станка. Предположительно, был изготовлен в Австрии и предназначался для использования на борту корабля. Несмотря на его относительно скромные размеры, станок довольно крепкий и надежный. Сделан по всем канонам станкостроения начала 20 века. Рассмотрим такой уникальный станок производства Франции, особенность которого заметна сразу. Это направляющая необычной полукруглой формы сечения. По ней, единственной, перемещаются все основные элементы станка. Благодаря такой конструкции инженеру удалось сводить к минимуму проблемы с люфтом и выработкой соприкасающихся элементов. Отчасти из-за большой поверхности соприкосновения деталей, а также благодаря тому, что каретки продольной подачи и задней бабки обхватывают направляющую со всех сторон. Также свойство такой формы направляющей сводит к минимуму ее прогибания при силовых воздействиях в процессе точения. Сама по себе направляющая цельнометаллическая, однако на нижней поверхности профрезерован паз для ходового винта, рукоятка которого находится на правом конце направляющей. Другими словами, ходовой винт полностью закрыт от внешних воздействий. Левый конец винта берет начало от системы шестеренок, образующие всем известную гитару, предназначенная для вырезания резьбовых соединений. Шпиндель передней бабки вращается в подшипниках скольжения, что вместе со всем намекает на высокоточность. На заднем конце шпинделя можно заметить и механизм деления, что является довольно редким явлением на такого рода станках. Ну а такие вещи, как малая продольная подача с возможностью поворота на нужный угол для точения конусов и нелинейных поверхностей, окончательно убеждают в профессиональности данного чуда. При том, что станок не такой уж и маленький, хоть и настольный. О размерах можно судить по единственной известной величине, и это высота центра в 100 мм. Продолжая тему необычных направляющих на токарных станках, рассмотрим вот такой зверек, происхождение которого неизвестно, но предположительно был построен в конце 19 века. Оригинальность данного станка состоит также в форме направляющих круглого сечения. Как вы понимаете, в те времена это было невероятным решением, помогающее исключить люфты и дребезжание в процессе работы. Таких направляющих две, и они разного диаметра, расположены в вертикальной плоскости друг над другом. Верхняя направляющая большего диаметра является, собственно, поверхностью, по которой перемещается суппорт и задняя бабка. А вот нижняя выполняет роль как бы поддержкой для суппорта, предотвращающая скручивание вокруг основной направляющей. Это довольно странное решение, но возможно оно имело какую-то логику. Продольное перемещение суппорта осуществлялось по зубчатой рейке, которая была необычно выдвинута вперед от станка и крепилась только с одного конца. Довольно странный резцедержатель, однако характерный для того времени, располагался на съемной малой продольной подаче, которая в свою очередь крепилась на Т-позы поперечной подачи. У станка был и ходовой винт для нарезания резьбы, и довольно удобно расположенный рычаг, смыкающий маточную гайку и приводящий в движение суппор. Вращение ходового винта осуществлялось посредством червячного механизма, расположенного на левом конце, и, что довольно странно, рукояткой на правом конце винта. По рассказам обладателя, станок довольно точен и прост в обращении, несмотря на то, что станку больше 120 лет. Это сложно представить, но это чудо было сконструировано в Германии в 1840 году, и, глядя на него, понимаешь, что его возраст выдает только форма ножек и шкив для широкого ремня, расположенный посередине шпинделя передней бабки. Все остальное довольно трудно отличить от более ранних и даже современных моделей. Невероятной конструкционной особенностью является и материал, из которого он был отлит – это бронза. По понятным причинам, все силовые и трущиеся детали сделаны из чугуна. Но все же, почему все остальное из бронзы? Направляющие трапециевидные, как у современных станков. Есть зубчатая рейка для продольного перемещения суппорта. Даже ходовой винт с рукояткой на правом конце. Обилие рукояток и рычагов на суппорте отчетливо намекают, что станок оснащался и подобием гитары для нарезания резьб. Однако мы это уже не увидим. Возможно, вы уже задались вопросом, почему реализовано перемещение суппорта по зубчатой рейке и ручное перемещение по ходовому винту? Да все довольно просто. У ходового вала шаг резьбы меньше, чем шаг зубов рейки. И таким образом можно было переместить суппорт с более точной подачей. И именно из-за этого у станка две маточные гайки и два рычага для их управления. Это вам ничего не напоминает? В конце 19 века был изготовлен и данный станок, имеющий довольно скромные габариты и весьма неоднозначные решения в конструкции. Станок оснащался огромным количеством дополнительной оснастки, позволяющей увеличить в разы функциональность и количество выполняемых операций. При первом осмотре можно заметить непропорционально большой ходовой винт для нарезания резьбы и автоматическую продольную подачу. Однако это не самое интересное. В комплекте со станком шел и набор винтов для автоматизации всех подач, что согласитесь, не характерно для того времени. Кроме этого, станок мог выполнять и функцию долбления, фрезеровки, гриндера, токарного по дереву и многое другое. Возможно, вы также заметили и непропорционально длинную станину, выходящую далеко за пределы ходового винта и зубчатой рейки. Все это имеет смысл, если акцентировать внимание на механизм с правого конца станка, за задней бабкой. Это подобие револьверной насадки для выполнения действий по изготовлению большого количества одинаковых деталей. Хоть и приводится в движении данный механизм вручную при помощи рычага, такое дополнение здорово могло облегчить труд, например, при сверлении внутренних отверстий. Подытожив, хочу сказать, что в те далекие времена, даже при отсутствии компьютерной графики и огромного штата инженеров, конструкторы старались создавать станки, которые обладали не только хорошим функционалом, но и были максимально прочными и надежными и работали сотни лет. Даже если для этого они выглядели максимально неординарными. И хоть автор данного станка неизвестен, видно отчетливо, что доступ к литейному производству у него было, так как все опоры сделаны из чугуна. Все крепежи и материалы и вентаря британские, что намекает на его родословность. Передняя бабка представляет собой две опорные плиты, в которых на шарикоподшипниках установлен шпиндель. Эти же плиты являются и опорами для направляющих круглого сечения. С противоположного конца станка находится еще одна плита, в которой закреплены направляющие. Также с правой стороны можно заметить довольно массивную заднюю бабку, опирающуюся на плиты того же сечения. Отдельного внимания заслуживает поперечная подача, на изготовление которой у автора скорее всего ушло больше всего сил и времени. Это массивный цельный блок, в котором направляющие и подачи выполнены в виде Т-фаза. Конечно же, во всей этой конструкции есть много спорных моментов, однако не стоит забывать, что все сделано с максимальным упрощением процесса изготовления и сохранения жесткости станка. А вот еще один станок, об авторе которым ничего не известно. Однако, несмотря на кажущуюся простоту конструкции, у передней бабки станка есть механизм обратного зацепления. Да и в целом, при осмотре складывается ощущение, что нет ничего лишнего. Все детали сделаны и подогнаны на высшем уровне. Хоть и присутствуют на продольной подаче столь ненавистные мне плоские направляющие. У станка есть даже малая продольная, перемещение которой осуществляется по направляющей формы ласточкин хвост, как собственно и поперечная подача. Рукоятка винта продольной подачи, как у большинства станков такого рода, находится на правом торце станка сзади. Задняя бабка имеет литой чугунный корпус и фиксируется гайкой снизу. Все это создает не совсем удобные условия для работы на станке, однако напоминаю, что станок самодельный. Шпиндель передней бабки вращается на подшипниках скольжения, и для облегчения данного процесса в корпусе бабки установлены медные или латунные втулки, что намекает на высокоточность обработки. Невероятно, но данный станок был изготовлен неизвестно кем в 40-х годах и действительно поражает необычными конструктивными решениями. Возможно, более подходящие названия для станка не самодельные, а сделанные в ночную смену, когда начальник не смотрел. Но несмотря на это, учитывая использование деталей высокого стандарта, а также отверстия для болтов с потайной головкой, конструктор был довольно талантливым. Станина состоит из цельного куска металла, в верхней части которой находится плоское направляющее с V-образными боковыми вырезами, по форме напоминающие соединение ласточкин хвост. Посередине направляющей был предусмотрен Т-паз для крепления задней бабки. Он не во всю длину, однако центр передний и задний бабок соприкасались. По обе стороны Т-паза были профрезерованы две V-образные канавки, предназначенные для выравнивания задней бабки. Весьма необычным решением, что отличает данный станок от других, является так называемый двойной фартук, имеющий вид конструкции, соединяющий переднюю и заднюю часть седла, образуя своеобразный мостик под станиной. Такая конструкция обеспечивала наибольшую жесткость. В центре моста находился рычаг сцепления зажимной гайки ходового винта, а для удобной и быстрой разблокировки спереди находилась специальная кнопка. У передней бабки станка, кроме шестеренчатой гитары, предназначенной для нарезания резьб, был и реверсивный механизм. Перемещение каретки осуществлялось по зубчатой рейке. Поперечная и малая продольная подача двигались по ласточкину хвосту. Малая продольная подача крепилась к скользящей опоре передней подачи, с возможностью поворота вокруг вертикальной оси на 360 градусов. А для точного позиционирования существовала шкала. Вот такие станочки умельцы делали своими руками. Ну а у меня на этом все. Всем пока!